Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если человек, который перестал удивляться в этой жизни, он страшно скучный Он уже умер, он никому не нужен Он один, он ничего не удивляется Люди, которые не удивляются, они ничего изобрести не могут Они не могут ничего усвоить, потому что они не могут удивиться, что эта вещь интересная, ее надо запомнить Ее можно рассказать другому Они не нуждаются в этом Вот неинтересность, это чисто старообрядческая черта Лежала до нас тысячу лет, пусть дальше лежит Они ничего не изобрели, из-за старообрядцами нет ни одного изобретения в мирового Ни одной мировой культуры, ни одной музыкального произведения, ничего нету Есть только одна ненависть к другим Ты еретик, переходи к нам Четыре слова Ты еретик, переходи к нам А он кто? Он раскольник, он еретик уже в десятом поколении Он ничего этого не хочет слышать и знать Если показал Библию, написал А от Библии считать, с ума сойдешь А ты ему с детства дал, бля, читать Библию, люди с ума сходят Они делаются ненормально Ну и правильно, он со своей катушки сойдет На Божью встанет Они не говорят только, что сойдешь со своего ума, а станешь на Божьей Я показываю, вот толкование, что такое акриды у блаженного фефилакта А это не коньяни проклятые, все исказили Ну а что такое, ну акриды Ну это мелагры, это растения Ну там написано, четыре ноги прыгает Ну растения прыгали, а может раньше оно прыгало Ну птица какая-нибудь, ну птица две ноги Ну а кто знает, может раньше четыре ноги было То есть он что угодно Он рога коню подставит, крылья корове Лишь бы только настоять на своем Это старобрядчество, при том во всех направлениях Это сегодня они уже маленько обмерщились А настоящий старобряд, если сегодня он ничего не считает Интернет не надо, ничего нет А сегодня они преподают и в милиции, и везде Особое время, но в Библии отношения то же самое Вот ко мне приходит старобрядец У вас, вы псалтыр считаете на русском языке, а он переведен неправильно Я говорю, а как ты узнал? Да там сотни-три, наверное, искажения И ты знаешь, да, у меня подчеркнуто все Правда достает карманный Новый Завет, я ему подарил Псалтырию Листает, ну-ка давай Да нет, это не так Дальше листает еще Вот это вот, так ладно, еще следующее Да листал все красные места, ни одного не стал считать Чтобы сказать, правильно или неправильно, ты должен знать еврейский язык В древности, как говорили Работать с оригиналами Чтобы правильно, неправильно Новый Завет, ты должен знать греческий язык, какой он тогда был Ты должен сенатский манускрипт читать И знать его во всем разнообразии толкования Это не просто перевод Вот вчера у нас, вот я сегодня всю работу оставил Рукой-то пошевелю, я знаю, завтра мне руки не поднять Руки-то выкручены Шкурят Ну, шкуришь когда, ну не больше полметра Шкурка-то Ножик не так повернулся и вообще оторвалось Вчера первый рекорд поставил Паша Сколько у тебя метров было? Четыре? Три метра Представь, шкурку три метра с жердею снял-то Кого-то это задело Проходит немножко времени, Володя подходит или кто-то говорит Он снял шкурку, я пошел, замерил 7 метров Немного погодя, приходит на сколько? Наверное на 10 уже На 8, на 8 На 8, представь себе Шкурка не разорвалась Ну что, Никита? Нет Ну? Сильно А у тебя она даже 8 сантиметров не может быть Ты долбишь, долбишь Дергаешь и ничего нет Ну можно этому удивиться А как удивиться? Степа пришел к нам А можно в шалаш зайти? Ну ребенок маленький Ну можно Он сразу начинает делать свое Обрывать, отрывать Степа, когда к нам в лагерь приходишь Руки держи в карманах Вот я в магазин захожу, когда я руки в карман Вот так вот встану, прохожу В прилавке не подхожу Меня никогда не проверяют Потому что у них наблюдает, они видят Идет человек, руки в карманах Я ни разу не вытащил Ни один прибор не покажет, что я чего-то взял Я не взял, я руки держал в карманах В прилавком близко не подхожу У нас один взял Да я забыл заплатить Его захватили верующую Я заплатил, а забыл Положил другое в карман А в кармане оно зазвенело 666 Его задержали Да сколько разговоров-то было Срама-то сколько Стыдобушка-то какая Охранники пришли Да я не брал Никаких подвигов Сопротивляться Скрутят Тут же милиция Ну выработай себе правила везде На улице обувь никогда не оставляй Вот у нас везде привыкли Обувь на улице Дождь прошел Вся мокрая Сапоги выливают из них Ну что это умно Я никому не разрешаю Развиваться в стенках У меня все в доме развиваются Но определенный положок на нем Ногу вытащил Поставил с положка Чтобы на положок Ногой чисто не становились Положок это улица Это туберкулез Это болезнь Это все там Мы оставили правильно Все сухонькое Надо научиться удивляться Что есть какие-то правила Я видел таких людей Видел таких и таких Надежда Васильевна Одна у нас знакомая брала Она сумками брала книги Проходит неделя Приходит назад Приносит А я прочитала Ну как ты могла прочитать Как можно прочитать Я одного человека видел Который умел считать Быстро пересказывать Так он и должен занимал Преподаватель второй группы космонавтов Возьм Анатолий Максимович Самой в камере сидел Он две книги за день Прочитывал Там страниц по 350 Я пытался его проверять Открываю страниц А вот такое Что он дальше Прям буквально цитирует Сильно развитая память Я беседовал с Александром Мени Это человек Известный всему миру Мученик Христов Пострадавший за Бога Еврей чистопородный Работает с оригиналами У него вся московская элита Все артисты Все Такие близкие к правительству люди Я у него беру интервью И он за микрофон Вот так За микрофон у меня схватился Ну интервьюер Никто мне таких вопросов не задавал Он успел удивиться даже Что таких вопросов никто не задавал Он умеет удивляться А из-за чего я начал Кто меня к этому побудил сегодня Никита Никита Вот вчера я говорю Был этот у нас Степа И говорят Он порвал эту Которую длинную Эта лента Я говорю Ты сделал А зачем сделал Он бормочет Пошел отсюда Сейчас драть буду крапивой Я тебе говорю Руки в карман к нам придешь Зачем ты сделал это Но она на земле лежала Он ее ногой порвал Я не сказал Когда приходишь к нам Чтобы ноги спутанные были веревочкой Он ее руками говорит Паша порвал Паша порвал руками Ну в общем так Вчера гляжу Он не сопротивляется Руки в карманы Пошел Надо научиться удивляться Вот кладут жерди Она пролежала в траве Березовая Ну неделю И она уже зацвела Я Никите говорю Для этого подкладки делают Вот старые подкладки Какие там А подкладка сама лежит На такие как Небольшие чурочки А на ней лежит Вот такой размер бревно Ветер поддувает И она засыхает Как кость делается Береза В нее гвоздь не забьешь Молчит Ну явное дело Что в городе Он не видал И не знает Вот тут летят ласточки Я попутно решил еще дать То есть я хочу Чтобы он был другой Я каждый раз спрашиваю Что у тебя внутри Это делается Ты скажи Когда я тебе говорю У тебя что Противно это Ничего нету Клупайца стоит И все Простокишный взгляд Не грамма Я говорю Смотри ласточки летают Видишь когда Мы не знаем Какая погода будет Но мошка знает На нее Атмосферное давление влияет И если Сырость где-то Там далеко За 50 километров То она уже здесь Ветром ее надуло Ветром И мошка Жмется к земле Ну мы мошку то не видим Но ласточка то видит А ласточку мы видим И она летает Возле самой земли Это означает Завтра обязательно Будет дождь Понимаешь как Вот у нас здесь был Игумен Сахаров Отец Кирилл Он всему удивлялся Он все записывал И в конце говорит Игнатия нельзя записать Ни в одну ячейку Ни в какие-то горе Он не входит Никаким определением Не поддается столько в человеке В одном есть Что это невероятно Он умел удивляться И все это записал в книге Я не хочу быть оригинальным Но я всю жизнь учусь И он это все отметил И про ласточку он написал А я и не знал А если сухая атмосфера А ей надо более влажные мошки То она поднимается А ласточка это Мошкой питается И она летит Мы говорим Высокое летит ласточка Погода будет завтра хорошая Мы А за чего она сейчас говорит Мы куда Слали жерди-то А там муравейник И там наша много Попала уже А муравей Если смотришь Он начинает К дождю хода запечатывать Он чувствует Вот землетрясение Животное чувствует А приборы не могут определить Ни один прибор не определяет Приближение землетрясения А они определяют Видимо какие-то маленькие токи Идут из земли Готовятся Готовятся Уже дым там идет Я ему говорю И вдруг он мне выдал на гараж Но я это и сам знал Он знал Отец Кирилл не знает А он знает То есть он тебя Представляет Что он знает И что его я учу Это ему не надо Я говорю Ты меня от многого Свободил Сегодняшнего дня Я учить тебя не буду Я буду требовать Ты знал И пакостил Вот это маленькие Сучки с ним И он поставил на землю Рубя Там кирпич Откуда он кирпич Это место Было когда-то деревня Здесь была кузница Здесь скотный двор Там где не начали копать кирпич Везде Копаешь ямку Так Ваня? Да Ваня знает А он не понимает Я копал ямку Ну там кирпич Ну что сказали Он лопатой долбит Она может согнуться Ему разницы никакой нет То есть такой дури Я еще не встречал За 76 лет Я ему это говорю Ты зачем топором-то в землю Бьешь Молчит Топором не касайся Земли Но я не сказал Что положить можно Теперь он его топор С тобой таскает Топором лезвие Лезвие Ну про лезвие-то я ничего не сказал Но я все что не про обух А как теперь мне Ну вон возьми дощечка Лежит рядом Подойди Я сказал дощечку возьми Поднеси На ней теперь поставь И теперь тиши Но я не сказал Что если в дощечке гвозди То по гвозди-то не руби Ты так Ну нет Ты про гвоздь-то не сказал То есть я уже знаю Что дальше он будет говорить А я это все знал То есть он не умеет Не удивляться Ничему И он воображает Что знает Я теперь За все тебя буду Карать просто Лишать обеда И выгоню Раз ты знал Учить тебя не надо Ты пакостишь Умышлено А мне зачем А мне зачем ты Когда все портишь К чему не прикоснешься Все разваливается Я рассказывал Об одном моменте Однажды Прочитал Я его записал Себе Я всегда записываю Иду с мамой С тетей И она что-нибудь скажет А я иду Дорогой Скажем Я запишу Я такого не слыхал У мамы Отлетела Подметка А мама говорит Ой Что-то подметка От сапога Отцепилась Интересно Отцепилась Как будто она была Цеплялась Я взял Записал Вот этот Преподаватель Космонавтов Я говорю Сегодня день-то прошел Хорошо Как мы На суд Не вызывали Отсиделись Он как засмеялся Я запишу себе Отсиделись Это Кутозов еще говорил Главное Отсидеться Переждать И Наполеон Зимой сам передохнет Как Гильда Подмосковой Он умный И он умел Удивляться Удивляться И вот одна Секретарша Пишет все время Там графа была Если кто за границей Не был Там сидели Воевали с белыми Не воевал Какими языками владеешь Никакими И вычеркивает И наконец На одного натолкнулась Она сидит Уткнулась Очкастая такая Языками владеете Он говорит Владею Владею Каким он говорит Немецким Английским Кранцузским Португальским А еще Испанским Индийским Знаю Китайским А вот Наибургам Еще Он говорит Наяпонское Я могу только Ротговаривать Еще Называет Семь языков Она записала Около Твототи языков И даже Глаза не подняла И дальше Женат Неженат И дальше Пишет Я встречал Я встречал Коммунист Коммунист Коробей Коммунист 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 Слушать Я вижу Ина По первому Подходит Заскочила Села Главная задача Устроить Задницу На место Она увидела Соскочила Это заскакивает Она видно Я говорю Она сейчас едет Говорит И правда Это соскочила И тоже рядом Главная задача Устроить Нижнюю часть И вот она Стрекочет Я говорю Прося Издалека У нас кто разговаривает Должен щепку взять В рот Я говорю Две щепки возьми А там гнилушки лежат А она две гнилушки Взяла в рот И с такими Вот изо рта Вот так И так взяла Я же не сказал Поперек Ну бывает Коринку какую-то Возьмет Березовую А она две И вертикально Вот так Представляет Это картина Из зупла торчит И только в конце увидел Гляжу Нюра И она вот так А ты-то еще Тоже взяла И тоже так же взяла Но больше рта И уже все Кончат Покажи сюда Когда уже мы пошли Как у тебя рот был раскрытый Покажи Вот так вот Рот раскрыл Идет руки мыть А рот Вот так раскрыт Как у пингвина Ой Ну того интересно Я такого не видал Ну мы Между прочим Гнилые пни Это еда Когда есть было нечто У нас где-то Борь с муки А мы ходили Искали березовую И потом Толкли их С мукой разводили И с дмитрием Там сцельтамины Тоже есть Щелли-то едят И мы их сидим Ото мне рассказывали Конева Мария Евлантьевна Когда она была Осколкана с ребятишками В Нарым И бежала Семьсот километров Тайгой С тремя детьми Тропами С медведями С волками Только не с людьми И все у меня записано В двенадцатом томе Видите, я столько говорю Умеешь удивляться? Да А? Иди сюда Ты не умеешь удивляться? Почему? Ты только одно знал Что на берегу сидеть Я покажу Как бегать быстро А в воде Я не умею Как лягушка Я как куалда Пойду Ты не хотел Я сказал Уедешь Оттуда плавать будешь Я тебя не выпущу отсюда Баба Поехали отсюда В спортивный лагерь А сейчас плавает? Да На спине должен научиться Под водой нырять Ты скажи Я утром сегодня тороплюсь Почему? Вчера говорили Шалаш мы закончили Внутри Можно даже дождь Не должен промочить Палатки расстелить И шинели Матрасы И там будете спать Я приехал посмотреть Они играют Но я рановато приехал Но утром к шести Сегодня я здесь Володя, бери камеру Будем снимать Как первый раз Выходит из шалаша А там никто не спал А почему? А Паша не захотел Я не говорю Дядя Володя говорил Как не говорил? Дядя Володя Ты сказал дяде Никите Я не хочу там Что? Как он сказал? Палатка Я в теле Не выдумывай В шалаше В этом намного теплее Чем киеве Да Там теплее Там такой слой травы Иначе нет Там тепло не может У тебя Ну а на улице Много комаров И сказали Что мы Много запустили Вот это правильно Это я говорил Поэтому надо раньше сделать Но когда ветер идет В это время приготовить Но так как земля тянет сырость Надо настелить много Я решил Что туда надо будет положить Вот такие вот балки Вот такой толщины Я привезу доски Шестиметровые Положу А там мы Ну нет у нас Этих И тогда вы над землей Матрасы Все это Поселите Как надо А я подумал Что ты неинтересный такой Ты только умеешь прыгать И кровь из нас вытирать Давай Значит научитесь Удивляться Удивляться Я вам могу показать Как я удивлялся У меня здесь Газеты Газеты Полный разворот Не свернутые газеты Лежат Я подчеркивал Что читал И вы знаете Сколько газет Вот одна газетка Такая столько Тринадцать с половиной метров Тринадцать с половиной метров Тринадцать На три этажа И они у меня лежат здесь Большая часть архива Написано Архив для будущего потомства Для потомков Семьсот пятьдесят килограмм Я это все Я люблю математику И все подчеркнуто Отдельно переплетенные книги Я руками вот этими Переплел примерно Три тысячи томов И все подчеркнуто В каждой книге Черт рот-то раздел Посмотри на него Он удивляться умеется Гляди Погляди на него как Вот юный натуралист Двенадцать журналов Я их переплетаю В один вот такой толстый Вот такая книга Юный натуралист Это все про природу Про природу Если ты не удивляешься Ты ничего изобрести не можешь Майкл Фарадей Первый на земле человек Который удивился Почему в магните В магнитном поле Рамка металлическая Там и какая медная Поворачивается На чем основаны Все моторы Все машины Но он не знал Он думал Искал Поворачивал И наконец Пошел с ума Он в кармане Носил только эту проволочку И все думал Почему она поворачивается Как страшная тайна Томила его душу Майкл То есть Михаил Парадей Не яблочко Яблочко С куча там Между двумя Как горело Человек который удивляется Он удивляется Чему говорят О это невозможно Ему говорят Можно сделать Пилу Он думает Чтобы рукой нет А чтобы Сама пилила Ну а как Только Нет не сделать А он не поверил В это что не сделать И сделал маленькие Пилочки Вот такими И она все теперь крутится И пилит И во всем мире Так пилит Впервые один финн Удивился Ну а как Сметану собирать Ну как Кринки говорит А потом Сметана поднимется Ложки собирать А парное молоко Можешь собрать Нет И он сепаратор Изобрел Прям наливает И в одно место А брата Другой сливки Готовая сливки Это надо научиться Удивляться Удивляться Всему что ты видел Считаешь писание Считаешь толкование Я удивляюсь Какие каноны Церковь составила Мудрые Какой Ян Златоус Мудрый И все Я его конспектировал Конспектировал За одну зиму Если я не помню Теперь я могу ошибиться Даже на не менее 14 тысяч Страниц Законспектировал Это вообще Невероятно Я сейчас Лежу назад Как Виктор Генгогольд Как только Паралик Не хватил Правую руку Мою Рука не отсохла Я просчитал Что нужно Работать стоя Значит На стол Кладу Стул боком И на него Панеру И стоя Работает И он говорит Там печь не топила Мне говорит В окошко подавали И есть Я решил Точно так буду делать В холоде Спать неохота И тогда я занялся И прочитал Виктор и Гуго подряд За зиму Законспектировал Пушкина Стихотворение Лермонтова Некрасова Блока Это все За одно За зиму Полностью Прошел Расулла Гамзатова Я Гуля Вы даже Не слышали Какие есть Поэты И поэтому Я вам передаю Жажду Научитесь Удивляться Вот почему Такие листики Почему в дерево Если ты Положишь Где-то Чтобы пар Шел А тополь Ты можешь Угореть И умереть А другое дерево Наоборот Аромат дает А тополь Дает яд Он ядовитый Понял У нас это все Знает только Никита С сегодняшнего дня Будете обращаться К нему За разрешение Всех вопросов Никита Принял вахту Принял Все Платочки У меня цел Четыре У меня четыре Потеряешь Будет три Разорвалась Посмотри Сверкает Нет нет это у нее замочек Повернул Да какой же это замочек Да вот не застегнула Это замочек не разорван Вот так Я думаю разорван На бопли надо Ну зачем это замочек то есть Ну зачем Ну в конце концов Вот она простоволосилась Платочком Итерать сок Покажи Ну да конечно Еще рукой голой берешься Иди мой руки А потом сюда Покажи Руками помогает А воды святой не дали? Валя А Валя нет Руки побежала мыть Она приготовила И дает она Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Во славу Божию Берите Вчера я гляжу Здесь ходят вот так Платочком Свернутым Сопье А почему ей ничего не говорите? Она должна быть покрыта Приходила девочка одна Внучка Серафима Гавриловна Я гляжу по деревне ходит Так непокрытая голова Поехать батюшке сказать Она сколько дней Я не вижу Батюшка ты видел Ну я ее до этого видел В платочке Она в платочке Вот как наверно Она не платочка Нет, она вчера видимо сделала А до этого у нее полностью Ну до этого Я ее поймал Это не разрешается у нас делать Ну-ка давайте Вот теперь не щепка тебе в рот будет А хорошая Ты уж давно-давно болела А я тебя все держу на Инвалидной коляске А ты бы сказала Я не болею И больше не получила бы Нет, берешь как больна И болеешь поэтому Мне говорят по собору Если у батюшки А батюшка соборует Идет и говорит Давай помажу Я говорю нет У меня врач есть Я ни разу еще не соборул А почему я не болею Вообще не болею А где болит Так это естественно Болит это когда рука сломана Шина закована Глаз повредили Смотрите как меня обложили Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь блюд Давай, Володя, садись Давай, Володя, садись Володя, садись Володя, садись Володя, садись